Эти фото могут предоставить начальству жителей 2-го Иркутска, которые опоздали сегодня на работу. На улице Мира автомобиль Hyundai перевернулся и лег на бок. Кроссовер перегородил проезжую часть, и очевидцы простояли в километровой пробке до тех пор, пока машину не убрали. Научились объезжать пробки автомобилисты, которые регулярно ездят по улице Поленова в областном центре. Они сворачивают на переулок Литейный. Такой маневр не очень радует жителей некогда тихого тезки известного Питерского проспекта, чем недовольны домовладельцы, выяснял Олег Федоров. Всем плевать, все блатные. Получили не по рогам ее проезжают. Это нормально вообще? Кто принял решение о безопасности эксплуатации этой дороги, я не понимаю. Этим вопросом задаются жители переулка Литейного в Иркутске. Это небольшой асфальтовый перешейок между двумя автомобильными дорогами. И в часы пик многие водители срезают здесь путь. Машины вытесняют пешеходов к заборам. Вот они вот так дети проходят. Вот они смотрят, потому что здесь и здесь с этой стороны машины идут. Вот. То есть здесь трое детей? Да. Здесь трое детей. Вот, пожалуйста, они выходят из калитки. Пошли в школу. А здесь, пожалуйста, из-за поворота выходит машина в это время. Разве это не угроза жизни? Чтобы обезопасить себя, жители установили здесь железные столбики и вазоны с цветами. Однако трубы пришлось спилить, а цветочные горшки разбили сами водители. Проезд считается муниципальной собственностью. По паспорту он сквозной. Но на картах системы градостроительной деятельности он прерывается обозначением пешеходной дорожки. В итоге создалась тупиковая ситуация. Я выхожу, меня сбивает машина. Кто виноват? Вы. Я? Почему? Потому что не убедились. Здесь даже пешеходный переход должен быть тротуар какой-то, пешеходный переход. Эти вопросы я не решаю, это не поменять. Как не к вам? А к кому? Я обратился в администрацию с письмом. Сказал, что у нас здесь не просто такая ситуация, у нас здесь созданы угрозы жизни. В ответ мне пришел штраф за эти столбики, кстати. Я заплатил штраф тысячу рублей и столбики они эти убрали. Было обращение в КУМИ, но были отписки. Прописано в правилах дорожного движения, что сквозной проезд через дворовую территорию запрещен. Штраф полторы тысячи рублей. Однако еще предстоит разобраться, является ли литейной придомовой площадкой или это дорога общего пользования. Если это является придомовой территорией, то жильцы придомовой территории могут устанавливать соответствующие вазоны или какие-то заграждающие конструкции. Если это является дорогой общего пользования, то тогда жильцы не имеют права чинить препятствия и несут соответствующую ответственность. В мэрии нам ответили, что вопрос организации дорожного движения по переулку Литейный вынесен для рассмотрения на заседание рабочей группы по дорогам. Оно пройдет 15 мая. Олег Федоров, Владимир Пинаев. Новости по будням.